Итак, мы с вами будем сейчас изучать практики сварги второго уровня. Каждая из этих практик – это своего рода выжимка. И вообще сама сварга второго уровня, свод силы, это здесь собираются такие методики, они из моих любимых. И вы поймете почему. Сварга второго уровня состоит из нескольких техник. Первая практика – это первая – туму, внутренняя сила. Вторая – это техника древа бессмертных аркатов, это костное энергетическое насыщение. Третья практика – это свеля, это апогеи энергетических практик в казачьем спассе. Четвертая практика, которую мы изучим, это техника ворони дозор. Эта техника также медитативна, измененность сознания, как человек самостоятельно входить в межу. То, что называется бордом, граница между жизнью и жизнью. И дальше медитировать, то есть человеческая практика медитативная. И также мы изучим технику тши цигун. Это техника от даосских монахов по энергетическому питанию. И вот всю эту комбинацию составляет практик сварги второго уровня. Сейчас немножко я проберусь по ним, разверну каждую из них, и потом уже будем практиковать. За эти все дни мы их напрактикуем, изучим, и будет все уже ясно, понятно, все с тонкостью и с нюансами. Первая практика тумо. Большинство из вас ее знают, как тибетская йога тумо огня, когда монах может развивать внутреннюю силу энергетическую, и на снегу голым телом сушить полотенце. Техника тумо – это техника силы. Есть тумо огня, есть тумо воды, есть тумо земли, есть тумо ветра, есть тумо пространства. Итак, тумон – это техника силы. В первую очередь предназначена для расширения и очищения сознания, разделения и восприятия грязного, чистого. Вторая его стадия – это энергетическое насыщение, энергетическое накопление, в результате которого человек уже способен либо сушить полотенце зимой, либо в котле сидеть, то есть либо огонь, либо холод. Здесь в тумо заложено как вообще практика тумо, если брать тибетскую йогу – это направление тантра. И вот здесь как есть направление тантра традиции Джонанг, так и традиции Гон. Это, по большому счету, шесть йог народа и шесть йог невума в совокупе. Также, если кто-то слышал про легендарного казака, которому дали прозвище «Черный князь», каждый член войска проходил у него много-много экзаменов, и один из которых – это был в шубе нырнуть в прорубь, вылезти и за несколько минут войти в состояние силы, чтобы бушлат высох, то есть развивая внутренний огонь. То есть вот эта вот техника тумо, которую мы будем с вами изучать, по большому счету, она в доминанту на технику казачьего спаса. Вот эта вот энергетическая, мощная. И, как уже говорил, первая стадия, когда человек развивает энергию, то есть работает с тумо огня, потом соединяет тумо воды, тумо земли, тумо ветра и тумо пространства. Когда человек соединяет все пять первоэлементов, это то, что называют эзотерикой состояние аватара. В спасе это называют состояние характерника. Ну, то, что всего неизвестно в миру, то, что распространилось, это обычная тумо огня. Наша же цель – соединить все так называемые стихии, как «Черный князь» так называемый. Вторая практика – это так называемое «Древо бессмертных архатов». Почему оно так называется? Есть техника «Дерева жизни», когда человек занимает определенное положение тела и начинает насыщаться энергией. Есть определенные космические стойки, вы уже все практиковали сварку, сдавали этот норматив. То есть «Дерево жизни». Чем эта практика хороша? Также большинство из вас знают. Это практика положения тела руны. То есть мы знаем, что это сила. То есть руна познается на трех уровнях. Первый способ познания силы – это на плоскости. Когда мы читаем руну и познаем, как она преломляет силу с уровня духа через души в тело. Второй способ познания силы, то есть руна – это примерить руну на себе. Это то, что мы называем все осаны положения тела и одно из них – «Дерево жизни». То есть состояние кома, где мы соединимся с восходящим исходящим потоком и начинаем насыщаться энергией. Точно так же это самое энергозирующее положение. Так находится ребенок у другой матери. Так, если человек под водой утонул, он когда потеряет сознание, его тело точно так же занимает это положение. Либо в космосе то же самое, человек под водой утонул, его тело занимает точно так же это положение тела. Это самое энергосберегающее, энерго насыщающее положение. Но на первом уровне, так как работают даусы, мы работали с котлами. Нижний котел живый, отвечает за объем жизненной энергии, ее аккумулирование, а также усиливает внутреннюю воду, внутреннюю кровь и гормональную форму. Второй котел с магией, сила воли, сила любви и укрепления органов. И третий котел это царство тямы. Котел тямы это мудрость, глубина мировосприятия, интеллект, память и просветление. На втором же уровне мы уже не работаем с котлами, мы уже работаем со своей костной структурой. Наши кости это кристалл, кристаллическая структура. Наши сказки это зашифрованные веды, то что говорится в коще бессмертный. Это самый сильный страх у человека в костях и самая сильная жизнь у человека в костях. И вот у человека есть вещи определенные, костная структура, которые позволяют нам увеличить свою энергетическую силу. Наши стволовые клетки заложены на их качестве напрямую в костной структуре. То есть у нас есть клетки кожи, которые заменяются в среднем там месяц. Есть клетки мышечного покрова, которые заменяются где-то каждые полгода. Клетки органов занимаются 10-12 месяцев. Клетки костей заменяются 70 лет. И вот есть лимит деления этих клеток, которые обусловлены нашей пренатальной силой, духовной силой. И вот стволовые клетки. Стволовая клетка обладает двумя функциями. Первая – она способна синтезировать любые клетки, в том числе те, которые я сейчас перечислил. Кожа, мышцы, органы, кости, железы, нервная система. Вторая функция – стволовая клетка. Она способна бесконечно делиться. И она способна бесконечно делиться только в том случае, если наши костные структуры на протитом живые. То есть отсюда и название дерева второго уровня, дерева несмертных архатов. Если кто-то помнит, я рассказывал про учителя Шинжи, который со временем Моудзе Дума ушел в горы, когда было гонение на монахов. Тогда уже считался одним из даотских бессмертных, уже сами китайцы не знают таких диалектов, акцентов. И вот он берет за металличку ложку, и ложка по атомам расходится. Это уже человек культирует омывение костного спинного головного мозга. И вот на этом основан, в принципе, основано как раз дерево жизни второго уровня. Когда мы уже не с донтяньями работаем, а со своим костной структурой, как именно работать, я вам все расскажу, по мере практики. И запускается не просто костная структура, а макрокосмическая орбита. У ситхов есть на третьем уровне внутренняя сила ситхов. Когда человек соединяет центры стоп, чакры на стопах Аям, бьющие родники, когда они открываются, в человеку непрерывным потоком втекает энергия. На одном, на первом уровне внутренней силы, втором, на втором уровне внутренней силы, и третий, на третьем уровне силы. А далее на четвертом это должно соединиться с точками лаугу, на ладонях. Здесь же на втором уровне древо архатов, так называемых, мы сразу замыкаем силу, будем учиться замыкать, только уже через костный уровень. И вот для того, чтобы усилить силу энергетическую, человек должен соединить пять точек. Мы фортальность пятимерности. Пять пальцев, пять органов, пять желез, руки, ноги, голова. А все пять. И поэтому человека раньше в старину называли рука Бога, либо кулак Бога. И даже чакры, которые имеют тегли, их тоже пять, а не семь. Вот эту называют вратами. Мы все имеем в виде верную святую. И вот для того, чтобы усилить человеческую энергетическую силу, необходимо их соединить. Сначала линейно, от стоп к родничку, от родничку, в ладони и обратно. А потом спирально. Но если человек это научится делать по костным уровням, тогда это еще запустит деятельность, активность наших столовых клеток и аккумулирование нашей костной структуры. Итак, это будет вторая практика. Древо бессмертных архатов. Третья практика – это свиля. Свиля – современное название – это спираль. То есть сила, энергия, она никогда не движется прямыми и никогда не движется углами. Сила, то есть энергия, она движется волной, волнообразной. Но сила, волна, наложенная на ось – это спираль. Спиральность. То есть энергия, все есть энергия, но разных частот вибраций. И вот ци, прана и фирмана – это линейная жизненная энергия. Ее еще называют холодная. Дальше спиральная энергетическая сила, более высоковибрационная. Ее называют горячая. И дальше духовная, термоэдерный синтез, уровень радиации. Вот в свиле, чего-то необходимо запустить, уже сразу у спирали к духовности, к термоэдерному синтезу. То есть техника свиля – это искусство энерговыработки. Энергетические практики обычно делятся на два класса. Первое – энергонакопление и второе – энергораспределение. Если таким самым примитивным языком говорить, цигун – это бы относилось к энергонакоплению со своим деревом в жизни. Тадицион – энергораспределение. Но есть еще техники энерговыработки. Как Тесла создавал бесконечный двигатель по принципу Тора. Либо давечий, велиемский человек. Так, так, давечий был посвящен в практике войти. Это зашифрованная практика «свели» своего рода. Сначала человек статично запускает на восходе и на закате силу, а потом переходит в спиралеобразность. То есть человек в пространстве и времени может совершить вообще три шага, три действия. Первое действие – это мы можем сделать вперед-назад, пойти вперед, либо пойти назад. Второе действие, которое мы можем совершить – это влево-вправо, бесконечно. И третье действие – вниз-вверх. Вот то есть координат вперед-назад, лево-право, вниз-вверх. Икс, икс, икс. И вот в начальных уровнях человек учится соединять восходящий и нисходящий поток. Но большинство систем на этом останавливается. Космический нисходящий наполненный с ярией, то есть энергией. Восходящий наполненный с марией, то есть энергией очищения, матера. Но на более продвинутый уровень человек должен это все соединить еще с горизонтальным и с поперечным. И еще и не линейно, а спирально. То есть более воскалибрационно. И по большому счету человек начинает синтез энерговыработки. То есть запускает в себе процессор радиации. Для этого у человека должна быть очень сильно подготовлена нервная система, сосудистость, ПАЖ тела и сила концентрации. То есть сенситивный тренинг, когда мы рисовали круг треугольник, балансировка полушария мозга, тут очень сильно пригодится. Мы сейчас перед практиками сделаем небольшую разминку, с которой не каждый человек справится. Она сложена не для тела, она сложена для мозга. То есть для координации, для сборки внимания. И вот в свиле этот сбор был очень необходим. Это по большому счету свиле энергетическая медитация. И человек из энергетического состояния соединяется в восходящий и нисходящий поток. Открывается его центральный гранал, сраскручиваются чакры, потом включается поперечный. Это свилялат называется, когда гармонизируются пять первоэлементов и три души. И потом поперечный впереди. Это свилянстан, измененное состояние сознания. То есть то, что у всех в туре границы между сном и бодрствованием. И человек через энергетическое насыщение начинает входить в медитацию. Эта практика была зашифрована в Спаси, в притче о Балде, когда Балда гонял чертей. Спаси, черти, которые обворовывают постоянно человека, обворовывают дом. Черти это внутренний диалог. А дом это наше подсознание. И чем хозяин дома, характерник, либо по-славянски князь, это наблюдатель. И вот характерник, кто такой характерник, притча есть какая-то про характерника. Характерник это тот, кто сидит дома, ничего не делает, смотрит из окон и наблюдает, как цветы растут. И обычный человек может подумать, ну какой-то лодр, бездельник этот характерник. А характерник это наблюдатель, который сидит дома. У дома пять окон, каждое окно это пять наших органов чувств. То есть осязание, обоняние, фрус, так далее, и тому подобное. И то есть этот наблюдатель через свое подсознание, через пять окон, пять органов чувств смотрит, ничего не делает. То есть действует без пожинания кармы. То есть для того, чтобы карма пожиналась, мы, допустим, знаем, сначала наш наблюдатель направляет внимание, это ясность. Если возникает цепляние, возникает внутренний диалог. А если возникает внутренний диалог, возникает психический отрас. Если наше внимание, то есть ясность без цепляния, внутренний диалог саморастворяется, то есть черти исчезают. Внутренний диалог так же саморастворяется, как горячий снег, упавший на горячий камень. И вот с притчей Иван Балда, который гонял щетей, с первого щелчка поп подпрыгнул до потолка, если мы вспомним. Со второго щелчка поп лишился языкан, а с третьего щелчка поп лишился ума. И вот это в спирали, в свиле, начинается процесс энерговыработки, открывается центральный канал. Поп допрыгнул до потолка, то есть открывается родничок. Со второго щелчка, когда открывается поперечный канал лада, спираль, поп лишился языка, ушел в малом, в молчание. Сидел ли я Мурмит Сиднем 33 года? Сид не, сидел немой, а не просто там ничего не делал. И вот это уже вторая свиле лада. Балдан лишился языка, то есть ушел в малом, в молчание. И с третьего щелчка поп лишился ума. То есть это уже так называемый ушел в медитацию, безумный, ну не безумный, как в смысле психически безумный, а именно ушел за пределы ума. И вот эта техника свиле, а Сидуал Спаси ее и называют апогеи энергетических практик. Я вам только что вначале говорил, что сила познается на трех уровнях. Два из них сказал, первый это на плоскости. Руну читаем и познаем, как преломляется сила с уровня духа. Через душу в тело. Второй, применяем руну на себе. Это статика, асаны всевозможные. И третий уровень познания силы, это соединить все руны одновременно. То есть союз руны, корона. Это и есть ля. Одновременно, во всех аспектах. Далее, следующая практика, у которой у вас картинки есть, это техника вороне водозора. Вороне техника вороне водозора, это медитативная практика ижеческого свода. Здесь ее особенности, каковы. На начальном этапе самосовершенствования человека, в расширении сознания, мы сначала собираем дух. То есть собираем внимание, учимся быть неотвлеченной. То есть это то, что называется жне, концентрация. Человек хочется быть здесь и сейчас. То есть то, что называют йоги, состояние архата, победителя врагов. Но победители каких врагов? Победители иллюзий своих. То есть первый уровень это концентрация, это состояние яви. Второй уровень это созерцание, на котором основана випассана. Это состояние нави. То есть здесь и сейчас это полная тотальная сборка. В предсмульстве тотальное состояние нави это стать везде. То, что называется самадхи. Когда человек осознанно, не рассеянно, а осознанно начинает сливаться по пикселям. То есть то, что шаманы называют геометрией. Либо йоги называют вербордо, самадхи. То есть здесь и сейчас это состояние яви. Везде это состояние нави. А правь это состояние здесь и сейчас и везде одновременно. То есть яви и нахи одновременно это правь. То есть просветление. И вот почему техника называется вороний дозор. Предки раньше считали, что ворон он одновременно пребывает и в яви, и в нави. Как Пушкин, док и кот ученый ходит. С одной стороны день, песни рассказывает, сказки. С другой стороны ночь, былины, сказки и былины. Либо если вспомните картину древнего изображения волков. Когда волк сидит спиной к дереву на шкуре медведя. С одной стороны ночь, с другой стороны день. Солнце, там и луна. И вот где день это состояние яви, здесь и сейчас. Где ночь это состояние нави. Состояние везде, самадхи. А он посередине. То есть между навью и явью. То есть яви и нахи одновременно. Это правь. То есть здесь и сейчас и везде одновременно. А сидит на шкуре медведя. Это символ жрец преодолел свою животную привязанность. То есть выше животных страстей. То же самое в йоге изображают шиву на шкуре тигра. Итак, техника в уровне дозора. Это как сначала человек ходит в состояние здесь и сейчас. Потом переходит в состояние везде. Начинается медитация. А медитация это мистический опыт. Не то, что сегодня человек сидит в позе у лотоса. И мы называем это медитацией. А есть в практике аффирмация, визуализация. А все это работающая ума. То, что называется красить золото золотой краской. После этого начинается концентрация. Внимание собрано в момент. И не оттечивание на секунду минимум 10 минут. Это устойчивая концентрация. Дальше идет созерцание. Когда мы начинаем сматриваться в себя. Обычно на ментале. Ментал саморастворяется. Наблюдаем за наблюдателем. Наблюдатель саморастворяется. Начинается мистический опыт. И вот после этого только и начинается медитация. Сам мистический опыт. И вот техника уровня дозора. Это как раз та техника изжиреческого спаса. Свода в казачьем спасе. Необходимая для входа в это измененное состояние сознания. Это основные практики. Сварги. Второго уровня свозгравы. Для целостного развития. С позиции гармония целостного развития. И техника ши цигун. Это чисто дополнительная практика даосского энергетического питания. У даосов это ши цигун. У буддистского цигуна Таби Гушичи. Тибетской йоги. В практиках тандры есть аналог. Это чудвен выработка эссенции. Все это техники энергетического питания. Мы будем практиковать даосскую практику энергетического насыщения. Вот по большому счету. Те практики, с которыми мы будем ознакомливаться и изучать. На практиковать, чтобы все вы уже и не умели, и не владели. И уже дома их могли реализовывать свободно и самостоятельно. Итак. Первая практика это у нас будет туму. Внутренняя сила. Вторая практика это будет древо. Бессмертных архатов. Третья практика это будет свиля. Четвертая в роли дозов. И пятая это ши цигун. Цигун, как вы знаете, это ци энергия, гон, мастерство. То есть сама система цигун это искусство, энергетическое мастерство. А ши цигун, чета, кушать, есть, употреблять в пищу. То есть ци цигун это мастерство энергетического питания. Если дословно переводить.